МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Калейдоскоп и мы ее ведущие Ирина Ковалева. И Марина Комиссарова. Это значит, что в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Несмотря на то, что праздник Великой Победы остался позади, сегодня мы хотели бы рассказать о выставке, которая открылась в его преддверии, но, к сожалению, не вошла в наш праздничный выпуск. Ведь авторами представленных на ней экспонатов стали дети. О создании работ предшествовало ознакомление с фотодокументами военного времени. Совсем не детская тема была дана воспитанникам студии «Калибри» перед 9 мая. Им предстояло ознакомиться с архивными документами военного времени и на их основе создать свои работы. Обойти стороной эту значимую для всех нас дату в студии не могли. Но и давать подобную тему Людмила Пронкина боялась, ведь даже нам, взрослым, психологически довольно тяжело соприкасаться с состраданиями тех лет, что уж говорить о детях. Тем не менее, ребята на протяжении месяца старались и сквозь слезы, всматриваясь в уже пожелтевшие от времени изображения, создавали свою военную хронику. Все представленные работы можно условно разделить на три темы. Первая носит название «Мой семейный архив». Дети доставали из семейных альбомов старые, почти коричневые уже фотографии, глядываясь в лица своих уже прапрабабушек, участников и дедушек, участников Великой Отечественной. Пытались даже разглядеть черточки на себя похожих. И вот рисовали вот такой семейный альбом, как память и благодарность своим дедам и бабушкам. Я на своей работе изобразила своего прадедушку и прабабушку. Мой прадедушка занимался строением. Он восстанавливал мосты, которые раздолбили, аэропорты, госпитали. И он был строителем в те времена. А моя прабабушка заслужила медаль в тылу. Вторая тема тяжелее и сложнее – «Дети войны». Ребятам предстояло осознать, через что пришлось пройти их сверстникам. Дети с ужасом всматривались в эти лица, потому что вот даже сейчас не могу говорить без слез, потому что, понимаешь, у многих детей, этих детей, будущего и не было. Эту тему выбрала для себя 11-летняя Даша. И в итоге именно ее работу выбрали для афиши выставки. Это была очень старая фотография, которую нам принесла Дубна Львона в студию. Она мне как бы понравилась, находили какие-то чувства, потому что сама тема «Детей войны» очень сильная, и сразу слезы начинаются. Поэтому через слезы мы эту работу сделали с одной любовью. Ну а третьей темой, конечно же, стала тема победы. Руководитель студии Людмила Пронкина отмечает, что почти все работы получились портретными, потому что главной задачей ребят было передать эмоции, настроение изображенных людей. От горечи, страха и ужаса, до счастья и слез радости. Дети отнеслись к этой теме невероятно серьезно, трепетно. И вообще это радует. Потому что для меня вообще тема войны, когда мы возвращаемся к ней, напоминаем себе о тех ужасных годах, прежде всего, для того, чтобы мы не забыли это, для того, чтобы мы смогли, вот ныне живущие, избалованные, конечно, изнеженные, смогли сохранить прежде всего и научиться сохранять мир в своей душе, научиться находить дороги взаимопонимания друг к другу, чтобы не встать на дорогу войны со своими родными и близкими, что очень часто бывает в семьях. Очень хотелось бы, чтобы и у наших ветеранов, вот несмотря на все эти прожитые тяжелые годы и послевоенные годы, все равно не погас свет радости. Всего ребятами было нарисовано около ста работ. На выставочной площадке театра кукол показано всего лишь 30. Ну а те картины, которые здесь не представлены, уже успели завоевать призовые места на школьных конкурсах и других городских выставках. Новые выставки успели открыться в нашем городе уже и после праздников. Так, например, в выставочных залах Рязанского художественного музея Тверская картинная галерея представила собрание пейзажной живописи. Выставка пейзажной живописи, которая приехала из Твери, уникальна. Дело в том, что эти экспонаты входят в основную экспозицию Тверского музея. Сейчас в здании ремонт, и нашему городу предоставилась возможность принять в своих залах картины, которые обычно никуда не выезжают. В собрании пейзажной живописи важная часть богатой коллекции Тверской областной картины галереи. Оно довольно разнообразно иллюстрирует все основные этапы развития жанра. На выставке в Рязани экспонируется около 30 полотен выдающихся мастеров пейзажа конца 19-го, начала 20-го века. Тверская земля – это венециановская школа, это Алексей Гаврилович Венецианов, это родина русского пейзажа. Соответственно, работы Венецианова есть в Рязанском музее, поэтому привезли работу его дочери и его учеников. Пейзаж в качестве самостоятельного жанра изобразительного искусства в России сформировался сравнительно поздно, лишь к середине 18-го века. Расцвет жанра пришелся на 19-й век, когда сложились характерные, отличительные черты русских пейзажистов. Этой выставкой, представлением этих живописных работ мы, во-первых, пытались показать развитие этого жанра в русской живописи. И наша коллекция позволяет это сделать на протяжении складывания и начала его в конце 18-го, начало 19-го века. И наша линейка, она проведена до середины 20-го века. Достойное место на выставке занимает произведение декоративно-прикладного искусства. Уникальная коллекция изделий из фарфора и фаянса, выполненных на фабрике Кузнецова в Тверской губернии. Выставка будет работать до 6 сентября. Пока в здании Рязанского государственного цирка идет реконструкция, юных и взрослых горожан готов развлечь цирк Шапито-Арена. Гастроли передвижной цирковой площадки уже начались, а шатер артистов развернулся прямо перед торгово-развлекательным центром Круиз. В последний весенний месяц гастролирующие артисты цирка Шапито-Арена решили порадовать горожан необычным представлением. Яркие рекламные растяжки и даже лимузины, которые можно увидеть на улицах города, обещают рязанцам незабываемое зрелище, а билеты проданы на несколько представлений вперед. Премьера уже состоялась. Свободных мест в уютном цирковом шатре найти было невозможно. И несмотря на пасмурную прохладную погоду, здесь было по-настоящему жарко. Глядя на невероятные трюки артистов, зрители замирали в напряжении, чтобы потом с облегчением выдохнуть и подарить мастерам циркового искусства громкие овации. Воздушные гимнасты Алан Мак и Анастасия Чибисова буквально очаровали зрителей своими номерами. Секрет такого успеха, наверное, в том, что ребята не просто соединяют трюки в единый номер, а придумывают сюжетную линию. Таким образом, каждый раз переживая маленькую, сочиненную ими, а может быть, в чем-то и правдивую историю. Нужно передать атмосферу самого номера. То есть показать историю. То есть сделать как бы из набора трюков и просто танца сделать историю. То есть любви, ненависти и всего остального. Обязательная часть тоже составляет трюковая. То есть без нее, если просто выйти потанцевать, то это уже не будет цирка. Тоже немаловажно, когда работаешь над репетицией и над трюками, не то, что ты делаешь, а то, почему ты это делаешь и для чего. То есть когда есть какая-то сюжетная линия, то, конечно, проще. И как-то и для себя проще работать, и потом зрителям будет понятно, для чего ты делаешь и показываешь эти трюки. В конце концов, получается законченный номер. Ну а маленькие зрители, конечно же, пришли в восторг от животных, а их представления задействованы немало. Забавные собачки, хозяйственный енот, грациозная лама и даже попугай Ара, который поразил зал своими акробатическими способностями. Не обошлось на представлении без хищников. Леопард, южноамериканская пума, бенгальский тигр и, конечно же, бурый мишка, у которого на велосипеде получается кататься даже лучше, чем у некоторых представителей Homo sapiens. В общем, в восторге были и дети, и взрослые. Очень интересные представления, акробаты, клоуны очень веселые. Замечательно все, дети радуются. А что еще нам нужно? Нравится представление? Да. А что больше всего понравилось? Одна велосипеда. Игра. Представление очень замечательное. Мы с маленькими детьми, они в восторге. Животные, клоун, просто слава. На протяжении всего представления маленьких и взрослых зрителей веселил клоун Юрик. Ну а гвоздем программы стал силачик, стримал участник проекта «Минута славы» Сергей Садовой. В его руках сковородки сминаются, как лист бумаги, гвозди завязываются в узелки, а арматуру он может согнуть не только руками. Гастроли цирка «Шапито» арены продлятся в нашем городе до 7 июня. Напоминаем, что шатер артистов развернулся на парковке торгово-развлекательного центра «Круиз». И если вы поспешите, то, возможно, успеете поучаствовать в акции, которые сейчас действуют в цирке «Арена». И купив один билет, второй вы получите совершенно бесплатно. Ну и напоследок мы решили вспомнить о рубрике, посвященной домашним животным. И сегодня мы расскажем вам о необычайно красивых и ласковых кошках. Говорят, что если у вас в доме есть кошка, то вы никогда не будете одиноки. Глядя на кошачье семейство Константина Каргальцева начинаешь понимать, что одиночество ему точно не грозит. По словам Константина, сколько он себя помнит, его всегда окружали кошки. Но профессиональным это увлечение стало не так давно, а именно с появлением в его жизни первого племенного животного. Когда я купил кошку, мне стало жалко ее стерилизовать. То, что условия продажи племенного животного, либо это в качестве домашнего любимца под кастрацию или стерилизацию, либо в разведении. Племенные животные с другими вариантами не продаются. И вот мне стало жалко ее стерилизовать. Я купил ее в разведении и начал изучать, как же правильно разводить. С какой именно породой начать работу, у будущего заводчика вопросов не возникло. Особенно, когда он увидел красавицу Софи, британскую кошку редкого золотистого окраса. Я сразу знал, что британцы и шотландцы это моя порода. Это очень добрые кошки. Кошки вравновешенные, которые прекрасно ладят со всеми животными, людьми, которые приходят к нам в дом, которые никогда не проявляют агрессию. Если вы успели заметить, то это кошки очень воспитанные, потому что в квартире целы все обои и вся дропировка тоже на месте. Поэтому, ну не зря королева Англии в своих замках предпочитает держать только британцев. Сами кошки британская и шотландская пород очень похожи на коронованных особ. Стоит только посмотреть на Софи, сразу становится понятно, кто здесь королевских кровей. Софи с удовольствием и абсолютным спокойствием позирует на выставках, во всей красе показывая свои достоинства. На сегодняшний день она самая титулованная кошка в этом питомнике, что является подтверждением ее полного соответствия всем стандартам этой породы. Во-первых, британец должен быть типа тело Кобби. Это достаточно компактное тело, не растянутое, да, как ты на выставках стоишь. У нее должна быть абсолютно круглая голова. Если мы положим на нее руку, мы почувствуем абсолютный шарик. Ушки маленькие или среднего размера. Ой, это мурлоколка моя. Корректный хвост, он должен быть очень гибким, без изломов, без крючков и должен быть пропорционально корректной длины к телу. Для золотого окраса, представителем которого является эта девочка, у нее должна быть вот такая яркая, прекрасная шубка. Очень теплым, темно под шерсткой. Если вы видите, абсолютная апельсин у нее. Ну и, конечно же, наши замечательные, покажи всем, зеленые-зеленые глаза. Кроме золотистых британцев, в питомнике Константина прибавилось серебристых шотландцев. Уже сейчас с ними ведется определенная воспитательная работа, чтобы эти белые комочки когда найдут своих хозяев, радовали их красотой, лаской и покладистым характером, который подарила кошкам этой породы сама природа. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова